Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и мы сегодня мы играем на родине РП, центральный округ, мой ник здесь Кирилл под Булови, не забывайте вводить мой ник при инстанции, также не забывайте вводить мой промокод, вся информация есть в описании под видео. Сегодня, пацаны, я хочу поработать пожарником, потому что я давно здесь не работал, как бы работа интересная, поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, нам нужно сначала как-то здесь устроиться, как я понял, но я не могу понять, где здесь раздевалка или переодевалка, ну короче, вы поняли, а вот здесь. Получается, есть две базы пожарников, это в Батырево и в Арзамасе, но я в Батырево приехал, как бы ближе было просто ехать, и давайте возьмем какую-то из машин. Так, чтобы работать, откройте список происшествий, так, фирес, да, по-моему, фирес, сейчас в пожаротушении участвует 0 человек, окей, хорошо, принимаем, берем машину сразу, первую, и едем как бы тушить. Блин, нереально, мне работа пожарника как бы интересная, она прикольная, я работал, конечно, но давно, как бы давно, тем более мне сейчас бабки не помешают, потому что у меня 130 тысяч, довольно-таки это мало, так, как по карте там посмотреть. Так, пожар у нас находится в Арзамасе, все, понял, включаем мигалочку и поехали, короче, в Арзамас. Итак, пацаны, я уже почти подъехал, вот здесь происходит у нас пожар, нихрена себе, сказал я себе, теперь тушится, пацаны, ну блин, это, мне кажется, будет очень долго, прям очень долго, поэтому, мне кажется, даже одни тушителя не хватит, чтобы я это все потушил. Ну, как бы оно должно тушиться с машины, это ж пожарная, блять, машина, ладно, окей, ладно, буду руками тушить, в принципе, я думаю, тоже нормально. Ладно, пацаны, давайте я уже, когда все потушу, то я уже продолжу, потому что весь процесс я показывать не буду, потому что это будет очень долго. Итак, пацаны, я уже как бы долго здесь работаю, где-то минут 5, может быть больше, и у меня заканчивается, получается, огнетушитель, но где его брать, я не знаю. Я вот думаю, если я в Арзамас поеду, я смогу взять баллон еще один, просто машина почему-то, сука, не хочет тушить пожар, я уже сам потушил 65%, осталось вот столько еще потушить, и, в принципе, все, мне, по идее, должны будут заплатить. Давайте сейчас сядем, поедем на базу МЧС, получается, в Арзамасе, и мне просто нужно обновить баллон, как его обновить, просто, как бы, его очень мало осталось. Просто, мне кажется, если я сейчас уволюсь с работы, то, как бы, ну, мне не заплатят. Ладно, давайте возьмем эту машину, поедем, попробуем ей потушить. Так, момент истины, смогу ли я потушить пожар? Так, давайте вплотную подъедем, прям вплотную-вплотную подъехал, но нет, пацаны, у меня не получается это сделать. Ладно, давайте завершим работу, и, по идее, возьмем новый баллон, и потушим уже все остальное, потому что, я так понял, по-другому уже никак мы сделать не можем. Ну, блин, какая-то немножко бага на работе, потому что, почему нельзя с помощью, вот, данного грузовика потушить пожар? Как бы, вода есть, все есть, но потушить нельзя. Завершаем работу, так, завершить. 15 тысяч я получил. Окей, переодеваемся заново, отлично. Так, все, давайте берем фуру и едем еще раз. Ну, эта работа, понимаете, она интересная. Здесь реально очень реалистично, типа, ну, пожар долго тушится, как бы, ну, вы не приехали просто, там, за минуту все потушили. А вам нужно реально потеть здесь, провести достаточно количество времени, и тогда вы сможете только уже потушить пожар. Я считаю то, что это круто. Мне интересно, если я потушу полностью пожар, за это мне больше заплатят или нет? Как бы, зависит это вообще от чего-то. Ну, типа, если бы я полностью сразу потушил сам пожар, мне бы больше заплатили или нет? Как бы, если бы мы тушили бы пятером этот пожар. То есть, ну, работа интересная, но вопросов к ней очень много. Итак, пацаны, остался последний огонечек, как я понял. Ну, блин, пожар здесь выглядит на родине очень реалистично, типа, реальная система класса, но есть недоработка. Недоработка, бригада из одного бойца ликвидировал пожар малого рынка в городе Арзамас. Благодарим за службу. Заебись, только у меня еще машина пропала, потому что РВС был, поэтому придется пешком бежать. Ну, следующее, пацаны, реально работа очень прикольная, типа, ну, если бы недоработки ее бы убрать, я просто, возможно, что-то не так делал, но, блин, если бы можно было машины тушить, как это должно быть, было бы реально круто. Все, пацаны, я наконец-то дотопал. Так, давайте завершим работу, и мы получаем 7 тысяч. То есть, примерно, если мы потушим полностью за один раз весь пожар, мы получим около 20-25 тысяч. И занимает у нас это от 10 до 15 минут, в зависимости от того, какой будет пожар. Но работа реально душевная, пацаны, реалистичная. Всем советую, кто действительно хочет себя почувствовать пожариком, то эта работа реально для вас. Да, здесь вы не заработаете большие деньги, но работа реально по кайфу. Просто кайфовая работа, и я от нее получил очень много удовольствия. Кстати, эта работа доступна с третьего уровня, поэтому, если даже вы новичок, то вы без труда сможете здесь, как бы, поработать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вся информация есть в описании под видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok